В центре Одессы продолжают падать деревья. 30 октября сразу два громадных дерева рухнули на проезжую часть, повредив при этом несколько автомобилей. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Сколько бы в средствах массовой информации не говорили о халатности работников коммунального предприятия Горзелентрест, все впустую. Коммунальщики каждый раз уходят от ответственности, а городские власти, как обычно, их покрывают. По всему городу живые и здоровые деревья уничтожаются в угоду мэрии. А вот трухлявые и аварийно опасные почему-то не трогаются. Только в этом году было зафиксировано более десятка случаев, когда упавшие деревья портили чье-либо имущество, а того и хуже, калечили людей. И никто так и не понес ответственность за это. И вот очередной случай вопиющей халатности сотрудников Горзелентреста. Одно дерево упало на улице Жуковского в дневное время на проезжую часть, повредив при этом четыре автомобиля, два из которых были припаркованы на стоянке, а два стояли на светофоре. И только каким-то чудом водителям удалось избежать травм. Чего не скажешь о самих автомобилях. Ну, сын побежал первый, говорит, папа, там на нашу машину дерево упало. Вот мы и пришли, и все, факт налицо. Упало дерево, да. Стоял на светофоре, включился зеленый свет. Ну, как говорится, можно было ехать. И вот проехал, буквально чуть-чуть и зацепило. Упало, зацепило. Сами сотрудники Горзелентреста отказались давать какие-либо комментарии, что как бы неудивительно. Более того, они отказались подписывать акт об упавшем дереве. Смотрите на них, вон бригадир ходит, где он такой, носатый. И он прячется от нас. Он прячется, потому что они даже не хотят никакого акта давать, что дерево упало здесь. Не хотят. Вот такое. Милиция принимает заявление по факту, действительно дерево упало. Вот мы фотофиксацию делаем, потому что звонили юристам и тому подобное. А, ну, я не знаю. Да и понятно, почему сотрудники Горзелентреста стараются избегать не только вопросов от потерпевших, но и журналистов. Ведь совсем недавно они отчитывались об очередной санитарной подрезке в центре. И, казалось бы, все должно было быть хорошо. Но не тут-то было. И упади дерева не на проезжую часть, а на тротуар могли бы быть и жертвы. Мне машину жалко. Ну, давайте другую ситуацию. Если взяло это дерево и свалилось, а вот здесь люди, вот, снимите, пешеходов сколько. Ну, сколько здесь было бы. Ну, жертв нам. Хорошо, не жертв. Просто кому-то что-то сломало. Это же тоже последствия. И если бы это был единичный случай. Буквально через какой-то час после падения дерева на улице Жуковского рухнуло дерево на улице Троицкой. Также повредив припаркованный автомобиль. И дело ведь не в стихии и не в единичном случае. Подобное происходит в Одессе при малейшем порыве ветра. Впрочем, и в ясную погоду никто не застрахован от падения дерева. А виной всему, конечно же, халатность и безответственность коммунальщиков и их покровителей в мэрии. Денис Шацила, Андрей Тереченко, Сергей Коняхин. Телекомпания Круг.